Сайлент Хилл 2 Это вдохновило. Она является одной из моих любимейших игр за всю историю игр, которые я когда-либо играл. Это самый-самый классный, наверное, один из самых атмосферных хорроров, которые я когда-либо встречал в своей жизни. И поскольку теперь у нас есть ремейк с крутейшей графикой, я могу с вами вместе оценить эту игру снова. Скорее всего, это будут очень длинные ролики по полтора часа. Я не знаю, сколько игра идет, но если они полностью перелопатили, то, скорее всего, часов 12. В общем, будем с вами долго ее проходить. Я так много всего хотел сказать перед тем, как сесть записывать эту игру, рассказать про нее, поделиться с вами какими-то ранними впечатлениями. Сел и вообще все вылетело из головы, только как будто чистый лист перед нами сейчас, как будто я впервые буду играть в нее вместе с вами. Давайте так и начнем, как будто мы вместе играем впервые. Новая игра, стандарт, стандарт. Ну, короче, да. Я сразу говорю, что не факт, что я буду все секреты искать, пасхалки и так далее, все концовки проходить. Мы просто пройдем игру, и все. Остальное уже будет зависеть от вас. Заходите вы сами поиграть в эту игру, пройти на другие какие-то концовки, как-то сами ощутить, найти что-то, что я не нашел. Это все будет уже на ваше усмотрение. Я лишь, как я сказал, хочу освежить свои воспоминания об этой игре. Нажмите любую кнопку. Гоу. Я помню, я был одним из всех бомбящих зрителей, когда на YouTube вышел первый трейлер этой игры, ремейка. Я такой, блин, ну Джеймс выглядит не так. Другие персонажи выглядят по-другому. О, смотрите, они понтуются, понтуются графлом. Какая щетинка, как у меня прям. Вот здесь вот. Вот здесь я не говорю про вот эту бороду, а вот тут я не подбрил сегодня. О, какие мокрые руки. О, какая кожа. Я прям чувствую Джеймса. Но на самом деле я довольно-таки уже привык к его образу. У него более худое лицо. Да. Да. Акира Ямаока играет, дамы и господа. Господи, я помню, как в 2018, по-моему, году мне удалось с ним встретиться лично, вживую. Это было охренительно. Ну, это было, я просто, грубо говоря, влез в наглую. Когда у него брали интервью, я сел рядом с интервьюером, типа такой, тоже интервьюер, тоже собираюсь брать интервью. И когда... Мэри. Неужели ты на самом деле в этом городе? Короче, когда время выдалось, я такой, Акира, я просто хочу сказать спасибо огромное за вдохновение. Твоя музыка имела для меня большое значение. Вот. Это было классно. У меня даже где-то автограф его есть. А, смотрите, графло. Вот вы не поверите. Но когда я был мелкий, в школе, в старших классах, играл в эту игру, Я так же это видел. Забавно, как со временем меняется восприятие графики. То есть для меня ничего не изменилось, потому что... Ладно. В своих беспокойных снах я вижу этот город. Silent Hill. Ты обещал, что когда-нибудь снова возьмешь меня туда. Но так я не сделал этого. Что ж, я теперь здесь одна. В нашем особом месте. И я тебя жду. Реально, я как будто играю. Вот. Я как будто переместился на... Сколько лет уже было? Почти 20 лет назад! Мне пришло письмо. На конверте было написано от Мэри. Это имя моей жены. Это невероятно. Этого не может быть. Я все время это себе повторяю. Три года назад Мэри умерла от этой проклятой болезни. Так зачем же я ищу ее в нашем особом месте? Что она хотела этим сказать? Нашим местом был весь этот городок. Неужели Мэри прямо здесь? Неужели она может быть жива? Может ждать меня? Что, играем? Играем, детка! Играем! Не, естественно, я же не слепой. Естественно. А, сейчас давайте я разберусь немножко с микрофоном. Что-то он меня бесит. Стало не как надо. Обычно он круто стоит, а его не видно. А сейчас он как будто стоит так же, но при этом его видно. Короче, естественно, я не слепой. Я вижу, я вижу эти деревушки. Я вижу это озеро, эту детализацию. Я все это вижу. Я имел в виду, что я как бы, когда играл тогда, мне казалось, вот такое же впечатление у меня было. Вау! Какой лес, какой мир, как все детализировано. Класс, класс. Пойдемте в женский туалет. Идемте. Охрена бы лысого. Мне нравится, что здесь вообще нет интерфейса. Я еще поотключал всякого, то есть возможность дали отключить всякое. Это очень классно. Кстати говоря, я заранее извиняюсь. Я сделал хорошие настройки, но я чувствую, что слегонца-слегонца вроде как чувствуется пролагивание, но они как будто бы не критичные. Я не обновлял свою видюху очень давно, если честно. Поэтому вот. И не хочу мне впадло это делать. Это слишком дорого. Оп! Давайте посмотрим. Не хочу торопиться с этой игрой. Нельзя посмотреть? Нельзя посмотреть. Интересно говоря, вот че. Я относительно недавно узнал, что этого персонажа Джеймса озвучивает Трой Бейкер, который Джоэл, который злодей был в Death Stranding и много где он еще озвучивал. В общем, супер-мега-актер озвучивания игр. Вот. Я офигел, что оказывается это голос Джеймса. То есть Джеймс это голос Троя. И вот интересно, а здесь тоже Трой озвучивал? Наверняка, да. Карта Южной Долины. Итак, мы должны будем пойти через кладбище. Я не буду делать вид, что я такой удивлен от сюжетных поворотов. Я знаю, чем игра заканчивается. Я, по-моему, на все концовки проходил ее в свое время. Я здесь только для ностальгии. И ведь на самом-то деле я сейчас понимаю, что, наверное, многие из вас, может быть, немногие, потому что большинство моих подписчиков уже взрослые, как я, значит, все так же шарят за игру. Но есть те, кто вот впервые видят Silent Hill. И кайфово, что они переделали именно эту часть. Потому что для меня Silent Hill 2 это... Вот что такое Silent Hill. Это вторая часть. Это... Все остальные части, они были классные. Я во все поиграл. Но эта игра, она особенная. Она реально особенная. И не только потому, что это первая игра Silent Hill, которую я поиграл, а я сравнил с другими. Она действительно особенная. И еще слышали про такой факт, что, короче, есть фильм, называется Лестница Якова. По-английски Jacob's Ladder. И фильм, благодаря которому Silent Hill и существует вообще, появился в таком виде, в котором он есть. Я настоятельно рекомендую всем вам посмотреть фильм. Он старый. Сразу говорю, старый. Не все толерантно относятся к фильмам, которые вышли до 2010-х годов. Это фильм 93-го, 1-го года. Очень старый фильм. Но просто зацените, вы увидите. Да, Silent Hill благодаря этому фильму появился 100 пудов. Я думаю, если вы просто успокоитесь, вникнете в кино, оно медленное. Там повествование очень медленное. Но вы кайфанете. И именно вот второй Silent Hill, это прям чисто Лестница Якова. Ой, посмотрите. Ой, посмотрите. Лестница, да и даже сам персонаж, это некий, некий оммаж, мне кажется, на главного героя фильма Лестница Якова. Так как та же самая армейская куртка. Зеленая. Кстати, а Джеймс, он в прошлом не военный. Я, кстати, не знаю ничего о его прошлом. Я, может быть, даже много чего уже забыл про эту игру. Из лора ее. Я помню, что... Ничего не помню. Опа. Сохранялочка. О, прикольно. Мы смотрим. Мы смотрим в колодец. Пусто. У нас в голове пусто. Ну, давайте сохраним, наконец. Мы сохранились. О, как будто в голове кто-то копается. Мне всегда нравилось, что тебе именно нужно идти в Сайлент Хилл пешком. Ты как... Погодите, ну, по-моему, они сократили эту часть. Ну-ка. Да, они значительно ее сократили. Потому что в оригинальной игре прям нужно было бежать, 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 бежать через туман. Он, кстати говоря, туман охренительно сделал. Господи, да. Я только сейчас в настоящем обратил внимание. Чувствую сырость. Подсократили. Сделали более доступно. Я знаю, что многих... О, какие ворота интерактивные. Я знаю, что многих раздражает долгие... Долгие ходьбы. А, вот, да. Сейчас выскажу бомбеж. Прошу прощения. Ой, извините, я лишь... Эй, это я должен просить прощения. Я не хотел напугать. Я немного заблудился. Заблудился? О, какой подлаг жесткий. Да, мне нужно в Сайлент Хилл. Я правильно иду? Ммм, правильно. В Томане плохо видно, но дорога туда всего одна. Не ошибетесь. Благодарю вас. Ой, что происходит? Только... Лучше бы вам туда не ходить. Этот город... Нехорошее место. И не только из-за тумана. Там опасно? Возможно. Трудно объяснить, но... Я буду осторожен. Я не вру. Нет, я верю. Просто... Для меня не имеет значения, опасно там или нет. Я все равно туда отправлюсь. Но зачем? Я ищу... Кое-кого. Очень близкого человека. Я тоже. Я ищу мамочку. То есть маму. Я так давно и не видела. Я думала... Что папа и брат где-то здесь, но я их не могу найти. Но я их не могу найти. Извините, что я вам жалуюсь. Ничего. Надеюсь, что тебе удастся их найти. И вам удачи в поисках. Вот, да, пока мы не ушли. Во-первых, я не понял, что за подлагивание на крупняках. Это... Вообще, я не знаю, как это объяснить. Очень-очень странно. Тебе сама можете поболтать еще? Мы с ним поболтаем, наверное, сейчас еще. Я просто хотел высказать одну мысль. Я не понимаю. Это меня немножко подбамбливает. Но я уже как бы смирился. Вот я не понял, зачем менять внешность персонажа. Вы делаете ремейк игры. Зачем менять персонажа? Ну, как бы... Это бессмысленно. Но смысл там непонятен. Скорее всего, тут речь идет о репрезентации. Вот поэтому ее сделали немножечко полненькой. Хотя при этом тело у нее неполное совсем. Вот только щекастую ее сделали. И это выглядит странно. Она не такая в оригинале. У нее худое лицо. Она довольно-таки симпатичная. Хотя при этом у нее и мрачная внешность была. Так же, как у Джеймса. У него не такое лицо. У него более квадратное оно было, насколько я помню. И мне совсем непонятно вот эта задача разработчика взять и нахрен изменить лицо. Я не знаю, для чего. То есть, если бы они изначально были такими в оригинальной игре, то окей. Но мне пофиг. Делайте толстых, худых, каких хотите. Делайте просто. И я буду абсолютно окей с этим. Но просто взять и изменить как-то... Что вы думаете на этот счет? Странно это все. Странный посыл какой-то для меня лично. Может быть, не знаю. Они хотели осовременить, что типа в современной подростке вот так выглядит. Вам что-то еще подсказать? Хотел спросить про туман. Он вызывает тревогу. Разве нет? Возможно. Что-то я не понимаю. То нормуль. Смотрите, вот когда два персонажа, такой разлаг жесткий идет. И я извиняюсь. И я извиняюсь. Я нищий. У меня нет денег на такие супер-мега-ведюхи. Блин, но туман классный. Пойдемте. Я надеюсь, это только здесь такая фигня. И не будет дальше пролагов жестких. О, музыка. Короче, да. Как я и говорил, они решили сократить путь до Севент Хилла. А может, и нет. А может быть, он такой же. Мне нравится эта тема, когда тебя заставляют... Перед тем, как ты начнешь прям играть, уже бегать по городу, ты должен в шкуру персонажа. Ты должен сам прийти туда. Это твое решение. Уже ты, Джеймс, а не просто ты смотришь за Джеймсом. Ты идешь в этот город. Так же, как мне нравилось в Half-Life. Вот в Half-Life, блин, классно было первая часть. Первая часть, она была настолько недоступна для меня сначала. Во-первых, у меня кампания была нормального, чтобы поиграть. От нее все лагало, пипец. Потом, когда у меня появилась возможность, я начал в нее играть. И вот это долгое... Я вообще не был готов к тому, что долго ты едешь на этом поезде. И при том, что я не знал, что тебе можно двигаться в этом вагоне, когда ты едешь. Я такой, когда случайно дерну мышку, я такой... А, стоп, я двигаюсь. И причем это я обнаружил только, когда я во второй раз сыграл уже эту игру. Первый раз я вижу, что мы едем-едем на поезде, едем-едем. И такой, я думаю, что это какая-то странная фигня. Я выключил игру и на годы забросил. А потом я решил все-таки поиграть. И не пожалел. Ни разу не пожалел, что поиграл. Потому что это было круто. Silent Hill 2 тоже круто. Что я говорю про Half-Life, когда мы играем в Silent Hill, да? О-май-гад. О-май-гад. Нет, детализация, конечно, пипец. Они здесь так перелопатили все это. Автосервис. Мне нравится, как музыка внезапно сменилась на тревожную. У-у-у, смотрите, туда можно зайти. Секреты. Ну-ка. О, закрыто. У-у-у. Итак, прочитать. Я в городе, разбираюсь с окном. Запасной ключ в ящике. О-па, я нашел секретку. Походу, у нас сейчас будет доп. оружие. Ау, есть кто? Слышите, как музыка начинает. О-о-о-о, господи, как мне нравится музыка в этой игре. Как я кайфую с нее. Итак, что у нас здесь? Ключ. А, они имели в виду ключ. Я думал, я оружие, ключ гаечный найду. Нет, это просто ключ из автосервиса и шины. А для чего он? Ну, типа, я его взял. Опа. Хорошо, у нас теперь есть дверь. Прикольно, что здесь двери как настоящие открываются. И здесь машина какая-то стоит. Оп, дверь сама закрылась. Что-то, больше ничего нету? О-о-о, здесь есть ящичек. Шкафчик. Один только, ничего нет, к сожалению. Ладно. Выходим. О, опять, опять тревожная музыка. Когда я подхожу к этим воротам, музыка тревожна становится. А-а-а. Я думал, я что-то секретное нашел. Нет, я должен был найти этот ключ обязательно, чтобы продвинуться дальше. А я думал, будет экран загрузки. Нет, мы продолжаем наше путешествие. Бесшовная игра. Тут все будет бесшовное. Дорога закрыта. Ой, что это было за странное ощущение? Типа, я просто постоял, посмотрел, офигел. Мол, мне столько еще идти. Где я нахожусь? А, я уже на Нейтана Веню. Сейчас, сейчас. Нет, на самом деле, не то, чтобы супер срезали. Мы, правда, так прошлись. Нормально прошлись. Я чувствую теперь, как мои ноги устали. Несмотря на то, что я сижу физически. Но, блин, устали мои ноги. Как же здесь классный туман сделали. Ведь туман, это, по сути, персонаж игры. Наверное, самый главный персонаж. Туман и город. Два друга. Они вместе в паре идут. Это персонажи. И если в первых играх это было как возможность скрыть недоработки этого движка, которые потом превратились в фишку, то здесь это просто фишка. Хотя, возможно, и так же скрывают все, что не прорисовано. Хотя, вон, смотрите, как прорисовано. Далеко довольно-таки. Кукурузное поле, вообще кайф. В общем, туман, как он стелется. Он выглядит просто офигительно. Это даже не просто фишка игры, туман. Это, по сути, мир, в котором я живу. В котором я сейчас нахожусь. Я вижу только маленькие детали. И он как бы выстраивается за туманом передо мной. Я не знаю, стоит ли мне говорить о чем-то, что будет дальше происходить в сюжете, или не стоит. Так как я же знаю, что многие из вас знают игру, наверное, от и до. Но есть те, кто нифига не знает. Поэтому давайте просто играть и комментировать то, что мы видим прямо сейчас. Чтобы, не дай бог, не заспойлерить ничего. Я ничего не буду спойлерить. Все. И ничего обсуждать не буду. Слышите? А, вот и карта города. Опа, кто-то мне ее прямо специально подложил. Итак, мы находимся на Сандерс-стрит. Куда нам идти? Я вообще понятия не имею. Я не помню. Да и черт с ним. Давайте просто гулять по городу. Я бы с удовольствием погулял. Я даже знаю, что вроде бы есть какой-то город в Америке, который очень похож на Сэлент-Хилл. Его брали за основу. Flowers. Цветочный магазин. Все сгнило, блин. А это что такое? Что это такое? Будто кровь ошметки. Вааа! Да, я думаю, они хорошо перелопатили этот город. Здесь есть много мест, куда можно зайти. Итак, читаем. Дорогая Кассандра. У нас сегодня был покупатель, который попросил букет из белых и красных роз. Естественно, я объяснила, что мешать красные и белые цветы – плохая примета. Но он так и не смог выбрать. Довольно странный человек. Смотрел как бы сквозь меня. В итоге он сказал, что зайдет за цветами позже. Я сама, может быть, уйду. Уже уйду. Решила предупредить. Ну-ка, с другой стороны. Нет, ничего. А зачем мы забираем эту записку? Она же предназначена Кассандре. Опа! Что это? Это типа кровь. Смотрите, машина. Как мне нравятся вот такие машины. Старые американские автомобили, которые такие острые углы, квадратные. Не знаю, я бы хотел себе такую машину. Но, знаете, купить именно обязательно старую, но ограбить банк и на все деньги сделать классный салон. Прям супердорогой. Чтобы вот супер-мега-современно. И будет такой, получается, симбиоз старого, нового, ретро и футуризма. По-моему, классно. Но это реально. Если только у меня супер много лишних денег валяется, которых нет. Я трачу деньги только на свои проекты. И, ну, похавать немножечко. Опа! Посмотрите, кровишка. И тут то же самое. Вот. И у меня, на самом деле, даже машины нету своей собственной. Я даже не понимаю, для чего она мне нужна. Мне кажется, это бесполезная трата денег. Когда ты живешь в большом городе, как будто бы транспортная система и такси даже, если просто такси, все равно выходит дешевле. Машина, она, вложение, которое чисто... Если только это не суперредкий автомобиль, какой-нибудь ретро-автомобиль, например, который может как инвестиции использовать можно. Но обычные машины, они просто... Просто высасывают деньги. Почем зря. Если ты будешь каждый день ездить на такси, ты все равно заплатишь гораздо меньше за год, чем за машину. Я высчитывал эту фигню. О, блин. Слушайте, а может быть, можно в дома зайти? Какие дома? Я в ахере, какие дома. Охренеть. Я хочу с проникновением войти в каждый дом. Взлом с проникновением. Хрен бы лысого. Ладно. Кажись, нам нужно идти по этой кровавой жиже. Я знаю. Я знаю, к чему это нас приведет. Блин. Я вот что-то тогда, когда играл, охреневал. Ой. О, вон она, вон она, вон она. Охреневал от того, я представлял себя в этом городе. И что я увижу вот эту фигуру. Ну, очевидно же, что с ней что-то не так. Возможно, это Кассандра. Эй, постойте. Но, постойте. Вот это занавешено все. Ой, мерзость, стремно. Блин, как хорошо, что они музыку оставили. Что? Что это было за... Дыхание жуткое. Вот сюда. Какое? Переолок. Ну, естественно, куда бы ты еще пошла, тварь. А здесь сделают ли, интересно, кадр этот? Фирменный Силент-Хиллевский кадр. Было бы классно, если бы они сделали его. Нет, решили не делать в этот раз. Все от третьего лица. А жаль. О, она полезла вот сюда. Смотрите, можно наверх? Нет, нельзя наверх. Там заставлено все. Опа. Эй. Че, давайте пойдем наваляем этой штуки. Ля гребем. Я не знаю, Пайт, как здесь устроен. Ну, че? Типа нам надо полезть туда. Открыть нельзя никак. А, она за... Мы теперь не пролезем. Назад. Пути нет, ребята. Сохранялочка, кстати говоря, здесь. Я думаю, нам стоит сохраниться. Тут, получается, нет автосейвов, да? Они сделали механику, как прям в той игре. Не сохранился? Твоя проблема. Ты будешь заново перепроходить все. Где ты, тварь? Так, опа. Няма. Нам нужно поискать припасы. Так сказал бы Джоэл. Я пропустил дверь. Она, блин, закрыта. Слышишь? Я слышу... О, нет! Мы приближаемся. Вот оно. Вот оно, родненькое. А, я вижу, вон она дергается. Что? Швы? Корсет? Я не помню, там, швов. Так, ладно. Как бить-то? Вот так, наверное. Оп! Оп! Так, не смей. А! Так, пробел. Это в сторону. В сторону! Хотел харкнуть на меня. Что за нафиг? То же самое, что я видел в тумане? Не знаю, что это, но это не человек. Она точно сдохла. Окей. Наверное, сюда. Угу. Угу. Это что такое? Это что такое? Опа! Шприц какого-то героиного наркомана. Отлично! Кольнемся. Все, мы свободны. Можно выходить. А, может разбить надо? На нафиг! Ух! Вот тут заварушка была. Джеймс! Я из... Иди-ка... Джеймс, она говорит. Она говорит, Джеймс, иди ко мне, я жду. Джеймс! Ты меня чего? Джеймс! Только представьте, как это жутко. Ты слышишь голос, который зовет, явно зовет тебя. Я даже сейчас услышал, что не Джейм, а Жень. Жень, меня зовут, как будто бы. Ну, раз меня зовут, я должен пойти. Где же ты, Мэри? Блин. А, они немножко... Это что? Это что? Что? Это что? Они немножко решили... А, это что, блин? Труп, это что? Музыку добавили, слышите? Романтичную, печальную, тревожную. Спички. Спичечный коробок. Барнили. Окей. Давайте отметим, да. Зачем, здесь пройти не можем, пройти не можем. Барнили, вижу. Окей, видим, нам нужно туда. Мы побежали к бару. Блин, мама, 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 мама. Прямо на ухо мне наорало. Вон она ползает. Ну вы нафиг, монстрик. Я лучше вот сюда. Здесь сейвлюсь. Игра с охреной. Отлично. О. Так, ничего нету, ничего нету, ничего нету. Она ведь не отстанет от меня, да? Она будет где-то ползать, пока я его не убью. Сейчас, секундочку. Не убивай меня пока. Мы можем пойти направо и налево потом. Да, ну-ка, сразу отметим, чтобы я знал на будущее. Вот, зарисуй, Джеймс, зарисуй, умница. О, погодите. А здесь надо потусить. Да не пробел. Она где-то здесь. А, черт, мама. Скоробей. Типа, скоро... Быстрее, 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 быстрее. Пинать, пинать по заднице, по заднице, по яйцам ударить. Так, отлично, фух. Мертво? Что мертво? Умрет еще разок. И еще разок. Сколько я могу пинать его? Типа, я просто гнев поплескиваю, просто гнев. Ибо она меня напугала. Так, что это? О, блин. А зачем я обращаю внимание на эту... На эти тряпки, сраные? Неужели мы здесь просто так? Не, мы не можем быть здесь просто так. Есть ли там что-то? Короче, мы запомнили. Здесь куча грязного белья. Музыка нас пугает. Ладно, выходим. Опа, погодите, еще можно и сюда зайти? Конечно, можно зайти. Какое там стекло нам не помешает? Нафиг. Библиотека. Прочитать. О, чтиво, люблю чтиво. В марте 1965 года Сайлент-Хилл посетили члены ассоциации парапсихологов штата Мэн. После тщательного осмотра, ныне прекратившей работу угольной шахты Уилтси, ведущие парапсихологи ассоциации пришли к выводу, что рудник является зоной повышенной активности. Специалисты выразили интерес к дальнейшему изучению ущелья, однако продолжить работу им не удалось. Историческое общество Сайлент-Хилла объявило территорию ущелья заказником и ограничило к ней доступ. Кроме того, желание ассоциации исследовать окрестности шахты вызывало недовольство местных жителей. По их мнению, пострадала бы туристическая привлекательность региона. «Заявление о неубедительности наших методов исследования и оправдания отдыхающими мы воспринимаем только как предлог для того, чтобы не дать нам выяснить правду». Так комментирует ситуацию один из членов ассоциации. К сожалению, получить комментарии от представителей местного сообщества не удалось. Примечание редактора. На момент публикации убедительные научные доказательства эффективности каких-либо парапсихических методов исследования отсутствуют. «Данные, приведенные в статье, не отражают взгляда автора». Блин, я только сейчас подумал, классно, что... Знаете, бывает такое, ты смотришь фильм в детстве, а потом смотришь его во взрослом и видишь его как совсем другой фильм. То есть там история по-другому раскрывается из-за того, что ты уже опытный взрослый человек. Вот, и мне интересно, как история Сайлент Хилла раскроется для меня сейчас. Я просто надеюсь, что они не перелопатили сюжет. Я надеюсь, что они оставили... Блин. Оставили точно такой же сюжет. Ладно, пофигу, чуть-чуть меняйте модельки персонажей и новые локации добавляйте. Но сюжет должен остаться. Иначе это будет... Иначе я вспылю. Потому что я не хочу, чтобы переписывали историю. Я хочу, чтобы ее приукрашивали, может быть, максимум. Но не более, понятно? В какую сторону я должен идти, я забыл. Давайте сюда пойдем посмотрим. Посмотрим. Но, по-моему, нужно в другую было сторону идти. А, охренеть. Нет, нет, нет. А, монстрик, монстрик. Да пофига тебя буду пинать, слышишь? Пинать буду. На тебе. Блин. В сторону, в сторону, в сторону. Плевать будет на меня. Я знаю, что ты там задумал. Чать-то так наваляю. По голове, давай. Ты думаешь, я в первый раз, что ли, здесь, в этом городе? Мочил уже таких. Эх, блин. И здесь закрыты. И здесь секреток никаких. Ну, по крайней мере, мы зарисовали. Ой, смотрите, спешель. Какое-то место здесь. Как же плохо без фонарика, а? Я еще не скоро его найду, я думаю. Хотя, кто знает. Это какой-то бар. Опа, касса бабло. Сейчас возьмем. Что? Пам-пам-пам. Пам-пам-пам. А, WSAD использовать. Значит, мы двигаем. Использовать. Но, погодите, я могу только использовать A и D. А че я должен... Значит, нажал. А, вот. Все, господи. Где? Блин, да что ж вы... Все, ползайте здесь. Как тараканов вас развелось. Жутко, что эти твари заходят за мной. Так, погодите, что это такое? Личное... А, это личное письмо от Мэри. Прочитать свои беспокойства. Ага, это все, да, мы видели. А вот, собственно, и сама Мэри рассмотреть. Перевернуть. Пусто. Они ее внешность тоже изменили, кстати говоря. Она по-другому выглядела. Но, в целом, более-менее сносно. Погодите, снаряжение. Нет, 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 лечение. Они реально хотят, чтобы я этим шприцом колол себя? Вы че за... Что за посыл юному поколению? Вот, важное. Жетон с логотипом Бара Нилли. А, это тот бар, который я направляюсь, кстати говоря. То есть, я не зря сюда пошел. То есть, все-таки мы должны исследовать. Так, прочитать. Делитесь секретами за чашечкой кофе. Растворитесь в моменте. Вспомните прошлое. Обожаю кофе. Обожаю кофе. Кстати, я могу выбить нахрен? Да, я могу выбить нахрен. Чуть и дверь использовать. Это все долго. Калитка. Кафе. А машина, как у охотников за привидениями. Погодите. Раз такие дела, так я могу в любое место заходить. Любое место с окнами. Это цирюльня, кажется. И здесь есть записка. Блин, здесь классно, что игра награждает за любопытство. Итак. Ножницы стрёмные. Я опять его видел. По крайней мере, мне так кажется. Он говорит, что нет. Я уже ничего не соображаю. Я устал. Не могу найти. Ладно, какая разница. Опять кто-то скребется. Да, если сейчас никто не заскребется. Ну ладно, если что, наваляю. Если что, реально наваляю просто. Пусть даже не пытается меня победить. Я ему так засажу дубины своей. Вот. Мы здесь были. Мы здесь уже были. Это как раз таки прачечная. Слышите? Телефон? Телефон. Так. Я должен эту штуку убить. Меня бесит. Я не слышу телефона из-за тебя. Ну-ка. Пороже. Оп. Ай. Забыла вернуться. Все, кажется. Кажется все, да? Ага. Вот. Оно где-то здесь. Блин, нет. Так. Хорошо, сдается. Мне нужно чуть-чуть себя полить раствором целебным. Использовать. Ай, попил. Ну-ка, открой мне дверь. Слышите? Ах ты, сволочь. Живучая тварь. Ты че тут живешь? А? Кто тебе позволяет тут жить? Нет. Короче, надо два раза бить, отходить в сторону. А что у меня палка не ломается? Мне нравится, как я бью их. Он такой... Прямо на панике. Что? Телефон не здесь. Что? Опа, еще записка. Он опять приходил. Я напомнил, что мы говорили ему здесь не появляться. Он как будто вообще не понимал, о чем речь. Но ушел. Ругаться не стал. Но все равно он меня пугает. У него не лицо, а как будто маска. А под ней что-то, что ждет своего часа. Не хочу застать этот момент. Хорошо, а на другой стороне ничего. Нет, и это, к сожалению. Надя на кафе у большого Джея. Опа! Эликсир молодости вечный. Ладно, здрасте. Опа, их сразу двое. Это плохо, это плохо. Мне придется стрейфиться. Опа! Ударил. Отошел. Стрейф. Опа! Я сам тебе плю, нападам обоссу. Аккуратней. Ай! Нет. Хорошо, увернулся в орбе. Он наболевал себе гениталии свои. Все, все. Ты тоже мертв. Надеюсь, карта ему достанется. Ооооо. Свирепый Джеймс пришел в город. А, у большого Джея, да. Вот мы как раз таки прошли. Мне обидно. Мне обидно, что я не понял, откуда телефон звонит. И я не посмотрел, куда мне идти-то нужно. Мне нужно вот сюда. Че так подлагивать стало внезапно опять? Опа! Не могу зайти. На овощной рынок крытый. Ну-ка. А, здесь решетка же точно. Говно. Опа! Зайти можно. Слышишь? А! Фу! Фу-фу-фу, таракан! Где это? Где... Просто подохни. А-а-а. Вот оно что. Здесь нужен код. Надо пойти в другую сторону. Как я говорил, что я не факт, что найду абсолютно все секреты. Пустите. Ну, пустите меня куда-нибудь еще. Хочу войти. Прочечная! Блин! Я обратно пошел. Извините. Вот телефон! Я его слышал. Оказывается, его нельзя заюзать. Но хотя бы теперь я успокоил свою душу. Получается, нам еще раз смотрим. Сейчас нам нужно налево. Блин, как пролагивает иногда. Вот ни с того, ни с сего. Ничего же не происходит. Как полицейская машина. Вон, я вижу. Вижу, вижу. Спрятался. Так, он выполз. Или ты застрял? Оп! Чего? Извините! Полицейскую машину покоцал. Ай! Промахнулся. Слышь! Я тебя прошу. Ну-ка, вернись. Вернись, быстро. Песик. Вот он, какой послушный. Кто? Есть! Есть! Тайминги. Окей. Значит, ладно. Я же все равно прокоцал. Пользусь к машинам. Давайте посмотрим. Может, там что есть внутри? Нету. Ничего внутри нету. Ладно, где бар у Нелли? Нилли. Он слева от меня. Вот он. Черт. Еще один. Еще один. И там еще... Смотри, я первый облеванный. Какой я мерзкий. Да, господи. Что-то я не могу по нему попасть. А, он, видимо, все же дохлый. Фу-у-у. Оп, в сторону, в сторону, в сторону. Пара, ну! Получай! О-о-о-о! Непонятно, как в Дарк Соулс. Тяжело сражаться с ними. Че-то, кажется, пора колоться. А, нет, погодите, у меня есть. О! Веселье приносит и вкус бодрящий. Бодрящий. Туда нельзя. Но, может быть, можно сюда. Ну, здрасте. Это, конечно, не Барнили. Но тут что-то есть. Опа, мы можем посмотреть. Чисто такой... Э, вот и Джонни! Все, ладно, здесь ничего нету Странно Зачем досмотреть? Саспенсы нагоняют, гады Опа, лечилка Спасибо По-моему, там можно, да? С помощью ВИДа С помощью ВИ мы можем лечиться Ну-ка, что в меню? Нельзя посмотреть А это что такое? Хочется чего-нибудь вкусного? Не можешь себе отказать И не надо Хэппи-бургер От нас голодными не уходят Спешишь? Возьми с собой Я тоже не могу себе отказать Нет, я в бургерах никогда себе не отказываю Залезло, да? Залезло нечто Ползучее Болевотное Ой, кто я здесь? Скорее, напнуть Увернулся Я увернулся прям к нему Вот это грамотно я сделал О, блин Ладно, хорошо Сейчас там еще один подойдет ко мне Но пока он не подошел Мы порыскаем Где мразь? Сейчас пойду напну Сейчас пойду Оп Стрейф И сзади нападаю Оп В сторону Нет, не блюй больше Одного раза достаточно Все? Избавил мир от него Окей Выходим Извините, пожалуйста Где? Как пройти? Я уже далеко ушел Вот он Барр Меня бесит Эти пролаги жесткие Не должно быть Не должно быть Такого Сейфка Наконец-таки Господи Я столько играл Без сейфки Стихи Не знаю Что на него нашло Он просто набросился На автомат Пришлось выгнать Он убежал Кричал, что все починят Я собрал все, что мог Но так и не нашел Одну кнопку Половина пластинки Осталась внутри Вторая пропала Видимо, этот С собой прихватил Кстати, он побежал К Груви Короче, может Сходишь его проведать? Мало ли что Он живет на Саул-стрит Около аптеки Квартира 9 Груви Он побежал К Груви Что бы это ни значило Так, мы записали Но здесь пора сохраняться Значит, там кодовый замок Да, я вижу А вон Груви Мьюзик Пойдем сейчас в ту сторону Конечно же Предварительно Нам бы здесь Пошариться Порыскать Жетон из бара Нили Использовать А Черт, нельзя Как раз-таки Жетон Нам нужно будет Потом использовать Чтоб Пластинка Проигралась О май гад О май гад Что-то я испортил Кажется Часть виниловой Пластинки Ну ладно Хорошо Мы, видимо, ключ Найдем Как раз-таки у чела Нам нужно идти Вон Прямо туда Мне нравится Эта тема С кодовым замком Мне кажется Они решили сделать Как в Сайлент-Хилл Даунпор Это была единственная часть Сайлент-Хилл Где можно было Сайд-квесты Выполнять В городе Так, а мы здесь уже были? А мы здесь уже были Вон пятно кровавое Вижу Блин Сорян, друзья Что подлагивает Сорян Ну, с другой стороны Вы же смотрите меня Не ради Обложки Да, вот это вот Это все Тлен Вот Смысл Суть Атмосфера То, что Вы получаете На моем канале Я надеюсь На это По крайней мере И поэтому Вам не важно Как у меня Лагают Сраные игры Да, насколько у меня Комп слабый Потому что Как я уже сказал Важно то Как я пинаю Этих монстров Черт Опять разбил Полицейскую машину Ты специально Меня подставляешь Он специально Меня пытается Подставить Но я сейчас Тебя как Напну Вот так Вот так Кровисти камень Джеймс Не в настроении Понятно И ну, может Подохни Черт Тебе Где у нас Там этот Груви Мюзик Груви Мюзик Здесь Сюда нельзя Войти Можем Войти Вот сюда Фэшн Бутик Нет Вот Ой Прикольно Ой Жутко Они там Я войду Ага Ну-ка Ну-ка Ты че встал Опять вдвое здесь Никогда их в Польшу А? Назад 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 Офигеть Он стекла Разбивает Когда блюет Блевотина Все разъедает Хорошо От одного Избавился Кажется Ты сдох Хорошо Умница Умница Теперь Подбегаем Отбегаем Обходим Его Сзади Тактично Нападаем Блин Он все-таки Пробил Мою оборону Ничего 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 Разобрались Интенсивно Здесь Бои Так Собственно Здесь мы Должны Найти Еще Одну Часть Пластинки Где Она Кто Ее Спрятал Я Вижу Это Не Пластинка Правда Но Это Записка На днях Приходил Пьяный Уборщик Весь В слезах Принес Половину Пластинки Требовал Чтобы Мы Ее Починили Я Решил Склеить Только Чтобы Он Успокоился Пошел Шкафчику Заклеим Но тут Он Понял Что Принес Только Одну Половину И Убежал Из Одной Половины Сделать Ничего Не Получится Как Будешь В Ниле Спроси У Бармена Может Это Их Добро Ну Ка На Другой Стороне Ничего Нету Итак Где Это Здесь Вторая Половинка Пластинки Где Дай 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 А я Уже Стучался В эту Дверь Она Там Лежит Скорее Всего Просто Перепрыг Ух ты Это Что Это Клей Прекрасно А вот И Сама Пластинка О Мы Сейчас Полезем В Инвентаре Будем Объединять Да Объединить С Этим И С Этим Блин Я Так Люблю Эту Механику Вот Этих Старых Игр Типа Резика Саунд Хилла Звуки Меню В общем Я кайфу Ребят Вы уже Поняли Все У нас Готовая Пластинка Нам походу Нужно В Ниле Бар Возвращаться Если Только Тут Ничего Больше Нет Если Вот Только Тут Ага Музыка Возвращает В забытые Минуты Счастья Как Депрессивно Депрессивно Звучит То есть Вроде бы Да По сути Но Как будто Намекает На то Что Сейчас Ты Несчастлив Совсем Может быть Наоборот Когда Ты Чувствуешь Себя Кайфово Ты еще Включаешь Музыку Которая Еще Больше Кайфа Тебе Дает И Что Получается Кайф Твой Нет А собственно Я вижу Переулок Мы туда Ходили Нет Ну Туда Надо Пойти Обязательно Блин Нахрен Жуков Это Была Банка Это Не Жук Вот Здесь Есть Няма Пожалуйста Открой На Ну ладно Не понимаю Я про Этих Жуков Если честно Че за Жуки Какого Фига Опа Тупик Здесь От Зарисовать О боже мой Я помню Это место Дверь Что Пробуждается Во тьме И Открывает Дорогу Кошмаром Я помню Я помню Я помню 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 Слышите Так А Ну Это В принципе А Этот Износил Мобил Не Открывается Нет Ну Что ж Возвращаемся В Барниле Интересно Тут монстры Спауниться Те Что я Паду Уже Замочил Они вот Лежат Да Продолжают Лежать Это нам Еще Дальше Они Как будто Слышу Кого-то Стоп А это Что такое А это Супермаркет Как раз таки Там кодовый Замок У меня Нет Кода Погодите Бэйби Гудз Нет Туда нельзя Зайти А что за Черный Домор Это Что за Нафиг Это Странная Музыка Она Как-то Внезапно Сама Начинает Набивать А потом Оп Стоп И Все Расслабляет Атмосферу Не знаю Почему Это Делает Барниля Странный Черный Дым Да Очень Странный Ладно Го Что мне Должен Что мне Надо сделать Оу Так А может быть Мне надо Пластинку Выбрать Блин Нет Может сначала Надо починить Все-таки Че-то Это не крутится Это крутится Это не крутится А Так Опа Есть Стоп Ну я же склеил У меня как-то не склеенная Почему-то Хорошо Мы должны выбрать Теперь Двоечку А Стоп Нет Жетон Давайте Используем Жетон Есть Нет Предметов А Стоп Нет Мы должны Выбрать Си Естественно Да Они хотят Что мы еще Нашли Где-то Кнопочку Два Хрен Знать Где Мне Искать Че Вы от Меня Хотите О Боже Мой Странно Что Выехала Только Третья Ладно Понятно Блин И куда Вы Мне Хотите Чтоб Я Пошел Нам Лучше Сохраниться Интересно Они Используют Когда-нибудь Эту Штуку Эту Приколюху Что мы Видим Джеймса Когда Сохраняемся Что Типа Кто-нибудь Сзади Стоит Там Кадрирование Такое Что Как будто Они Это Используют Слушайте Блин Я Немножечко В Затупе Я Затупе Что Мне Делать Что Мне Делать Давайте Подумаем Если Мы Жилой Комплекс Сау Стрит Нам Нужно Туда Скорее Сего Спасибо Что Игра Пролагала Как Тварь Я Не понимаю Что Происходит Это Так Нормально В этом Нет Никакого Смысла Мы же Идем Просто По Городу Чувствую себя Чувствую себя Очень Тупо Знаете Есть такие Видосы Чуваков Рандомных Детишек Как правило Там На один Просмотр Где Все Супер Лагает Ни хрена Не слышно Мы были Здесь Да Мы Мы В Хэппи Бургер Заходили Нам Нужно Вот Сюда И Направо Ну Короче Не знаю Пролагивает И Пролагивает Вот Green Pharmacy Куда Не Зайти А Ну Привет Пошатывается Тварь Стоп Стоп Не Не Дергайся Не Дергайся Не Дергайся Ок Ок Он Не Сдох Шипение Продолжалось Погодите Мы Вот Вот Наш Жилой Комплекс Нам Нужен Сюда Ой Здесь Будет Стрём Скорее Всего Так В Пармасе Мы Не Можем Зайти Мы Можем Зайти Сюда Наверное Автопарк Сейчас Сейчас Быренько 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 Посмотрим Блин Мы Здесь Были Уже А Мы Случайно Лей Черт Придется Пить Супер Разрыв Вкуса Смотрите Похоже Ничего Только Одно Боль И Отчаяние А Еще Апартаменты Это же не просто так Мы должны сюда зайти Мы можем сюда зайти Слышишь Блин Опять Может это просто тараканы Карта Стой Погодите Жилой комплекс На Сау Стрит А я не могу Забрать Эту карту Тараканчик Ты меня Бесишь Ты меня Очень сильно Бесишь Пожалуйста Все Спасибо Э Я точно помню Что этой части Не было В той игре В оригинальной Опа Открываем Замочек Все Есть доступ Итак Жилец Из пятой квартиры Оставил ключ Говорит Его заливают Надо проверить А ключ Так дайте Дайте ключ Да А Хорошо Нам нужно пробраться В квартиру 5 Я понял Опять Проникновение Так Насчет карты Я не понял Я не могу Получается Никак собрать Да А Следующая карта Оу Роща Катстрит Следующая карта И следующая карта Я понял Пока Эта карта Нам не нужна Будет Тогда мы Идем сюда Здесь ничего Нельзя Тогда мы Идем Сюда Это наверх Скорее всего Пятая квартира Наверху По любому Но здесь Тоже Что-то Есть Рели 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 Мид Бирал Мин Чего Итого И мат Не Лимед А Это же Мы попали В аптеку Мы попали Еще один Шприц Немытый Нестерильный То что я Люблю Ну ладно Тогда нам наверх Где он Ползает Где он Ползает Эти жуки Вообще Какую-то опасность Представляете Или они Просто Мне раздражают Мои уши Так Шестая Он Ползает Седьмая Восьмая Ща к пятой Пойдем Пятая Блин Ага Ага Четвертая Где ж пятая Должна быть Где-то здесь Смотрите Пятая Юзать Я вхожу Ребят Я вхожу Кто здесь Там еще можно На третий этаж Подняться Я по-любому Туда схожу Кацена Детка Там кто-то был Получается Мы уже в квартире Какой-то другой Да Главное Ничего не упустить Все что можно Подобрать Нужно подобрать Вау Вау Кстати а лестница Это можно поставить? Нет Так мы попадаем На Ой На третий этаж Крыша Бутылка стоит Кто-то там Бухал На крыше То есть Получается Мама А изначально Мы не могли Попасть на третий этаж По лестнице Прочитать А потом появилась она И все это закончилось Я снова понял Зачем живу Все из-за города Я не справляюсь Надо все продумать Зайдем в Техасское И поедем Что это так? Что? Так вот Услышал дыхание Ой Там выход На крышу Кажется Так Попорядочку Попорядочку О блин Рука Сунешь ли ты руку Так это Глори Хол Для слона Че Обыскать Давай Суй Джеймс Хо-хо-хо-хо Типа я могу Дать заднюю Нет Обыскать Слышь Ищи давай Продолжай Обыскивать Ооо Мне нравится Я прям прочувствовал Да Наконец-то Наконец-то Вот она Где Так Но здесь кто-то есть И это кто-то сейчас Нападет Скорее всего Ой фу Там воняет Там трупик Да выбивай Просто ногой Ой Что это Нет Он решил не делать От этого Блин Жуть Так Ну кто-то же Здесь двигался Кто-то же Должен на меня Сейчас напасть А этот 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 Эта крыша Выглядит так Как будто бы Здесь можно с боссом Посражаться Нет Ну кажется Мы должны здесь Спуститься Да Или тот звук был Что лестница Обвалилась Наверное Скорее всего Интересно Где мы находимся Теперь Как же неприятно Завешены эти Дома Блин Еще раз Посмотрите Лестнице Джейкоба Лестнице Якоба Или якобы Якобы Лестница Ну все Мы здесь Окей Нам нужно вернуться В Барниле После чего Мы уже Наверное Сможем пойти Через жилой Комплекс Вудсайд К чему я сказал Снова Про лестницу Якобы Потому что Да Вот эти То как Занавешены Здания Все Короче Абсолютно Все Очень Очень Напоминает Этот фильм Итак Мы можем Мы можем Си Два Опа Оооо Туда же Флешбеки Будут Парк Роуз Роуз Уотер Парк У озера Мы провели Там Целый день Сидели вдвоем Любовались Водой Ключ Ключ Из бара Нили Отлично Отлично Все Хорошо Идет Так Давайте Сейв Нарается Как в этих Играх Сайлент Хилловских Вообще Загадки Никакого Смысла Не имеет В плане Они Кто Сделал Их Почему Они Вот Такие Но Возможно Как раз Таки Это Самое Логичное Для Такой Игры Чтобы Загадки Были Немножко Сюром Отдавали Давайте Попробуем Зайти Это Мы можем Толкать Это Я уже Знаю Оно Помечено Желтеньким Скотчем Стоп А нам Разве Наоборот Не надо Подвинуть Ближе Давай Ближе Ближе Джейм Ближе Ближе Двигай Не бойся Не бойся Вот Все Отломалось Сломались Ручки Прикиньте Рукоятки Ломались Двигать Нельзя Окей Начнем Туда Надо Пойм Ну Пойдемте Ну Пойдемте Ой Это Какой-то Экшеновский Кадр Был Сейчас Опа Бальзам Чика Пойдем Не Не Волнуйся Он Ничего Не Делал Но Был Грустный Что-то Бормотал Про то Что Хочет С кем-то Уехать Из Города В таком Состоянии За руль Нельзя Я Закрыл Машину Она За домом Посмотри Утром На месте Она Или Нет Сине Зеленая Номер Заканчивается На 06 Ух ты А что там В машине Я должен Посмотреть Я должен Посмотреть И мы Отметили Кстати говоря Где Машида Скажи Где Вот здесь Где знак Вопроса Зеленовато Голубая Машина Сейчас Мы пойдем Сейчас Пойдем Пойдем Выходим Мы где О мы В переулке Мы с другой Стороны Улицы Да Смотрите А это Приоткрыто А Сюда Нельзя Где Опять Под машиной Лазишь Да А Это Просто Ты Смотрите Все еще Шумит Ты Там Где То Ладно Пусть Пусть Живет Что Ли Я Понял А вот И ты Стоп Я вижу Это все А Нас просто Наградили Лечебненьким Бальзамом Окей Очень приятно В целом В целом Да Сейчас Надо убедиться Что здесь больше Ничего нету Вот Например Вот эта Дверь Охрен Да Я тебя Понимаю Джеймс Бесит Окей Мы сейчас Куда Мы Идем Ой Приятно А куда Ты Ты Катишься Баночка Что За Куча Говна Погоди Это Шмате Кровавое Из Прачечной На Внутри Ключик Еще Один Да О Боже Моя Считать Жилой Комплекс Вудсай Да Вот Теперь Мы Можем Попасть Так Раз Два О Болиных Трое Так Музыка Музыка Прям Опасность Говорит Об опасности Жесткой А Фух Как я Уворачиваюсь Как Батька На Теб Посраки Перестаток Жесткой Лагает Весен Ну ничего Это придает Динамики Мне кажется Это такой Эффект Опасности Все Ты не успеваешь Все Рассмотреть На Тебе Каб На Кусы Окей Да Они Немножко Разбавили Игру Своими Оригинальными Саундтреками Но Они Хорошо Хорошо Вписываются Мне нравится Так пожалуйста Я боюсь Что ты хочешь От меня Подождите Обратно О нет Туда Мы еще Не ходили Блин Задуло Короче Мы должны Просто сейчас Бежать Прямо Просто Прямо Я не буду Сражаться Ну их Нафиг Стало Вообще Ни хрена Не видно Кстати говоря Извините Так Кодовый замок Мне наверное Придется пока Забыть про него Я не знаю У меня нету Кода Еще Еще немножко Осталось Интересно Когда я смотрю В карту У нас Персонажи Враги Двигаются Или нет Двигается Сюда Нет Вот 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 Ну-ка Что там Ага Смотрим Техасское Кафе Надо уезжать Встречаемся Там Да открывай уже Бич Все Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо спасибо за достижение вот о блин вот сайт по-другому теперь выглядит да все у нас теперь есть карта но привет отлично я думаю давайте здесь тормознем я очень надеюсь друзья что вы составите мне компанию в этой игре до самого конца очень хочется с вами пройти ее я постараюсь что-нибудь придумать насчет подлагиваний а если ничего не смогу придумать то будем играть так как есть вот другого варианта у нас нету мы должны пройти в этом сложность игры мы на хардкоре играем огромное спасибо что смотрели друзья очень было прикольно мне нравится нововведение в игре мне нравится пока все надеюсь вот в таком духе и будет продолжаться чтобы мы ощутили тот самый добрый старый сайлент хилл 2 но при этом в новой обертке и кайфанули поностальгировали постремались даже возможно на этом все увидимся очень скоро подписывайтесь на канал вступайте во все мои соц сети заходите на бусте чтобы поддержать мой канал чтобы он не подох внезапно случайно он может подохнуть спасибо вам заранее за поддержку нас с вами был юджин и всем 5